Каскадер Кичи байнузу Блин, ну турецкий язык вообще без вариантов Ну да, он ничего отдает Гадай, отгадывай Я говорю, в Польше-то еще как-то это Славяне вот идут Ну как же, вряд ли они славяне, конечно, да Наши языки были вместе и недавно отделились С турками, да, мимо вообще Я на кетчуп, конечно, поставлю Кетчуп байнузу, это кичинес, да Да, вряд ли они... Да нет, ну что, ну здесь вообще вариантов нет Потому что кичинес Вот мусс еще ладно Ну соус, кичинес Ну сторону соуса мы угадали Надеюсь На барбекю что? Нет, это шоколадная паста Ну как? Подделка какая-то Шоколадная Ну что-то такое Да, ну короче, вот кичинес не ешьте Попробуйте нормальную нутеллу спокойно И все, и кайфиш Рожковое дерево Рожковое дерево, это из которого и рожки, которые вот ватильные делают Бубен завтрак, знаешь, классический Двадцать семь блинов и коробка нутеллы Давай тоже наговаривали меня коробкой, пять блинчиков взял, чуть нутеллой намазал И вот Леха Углива в команде зовут, он кроме блин снекерсов и шоколада вообще ничего не кушал Ты когда видел, что я последний раз снекерс съел? Я видел, сколько ты нутеллы съел Я нутеллы съел, но чтобы блинчиков не видно было, но тоненьким слоем Сверху он ничем не сыпет, надо все отдельно класть, запомнили диеты? Мус Мус Мус, это, ну, мус, надеюсь, хотя бы здесь какое-то попадание Еще и из чего? Здесь одно слово Да, здесь не написано, что там мус из кинчбайнута Да Здесь написано просто мус, так что мус А что такое мус вообще? Из нуты какой-нибудь Давай Лучше и как можно угадать, что мус это банан? Хардал Он жесткий, что-то Хардал, я бить твой хардал вообще Орех Хорошо Хардал, орех, орех, орех По-английски кто-нибудь Миндаль как? Миндаль Нет, только по-английски надо сказать миндаль Там, с английским, очень жаль Хардал Ну нет, с орехом на самом деле интересный варик Он твердый Он твердый и жесткий Кокос туда не влезет Что-то не кокос Нет, я давай посмотрю, я дам ему подсказку И хардал он не пахнет вообще? Ну смотри, вот бывали мы разочек в Краснодаре еще до того, как играли там И на холодец я сделал такую вот Ооо, очень хардал и плакал потом Очень хардал и плакал Когда все дня у меня в хардале была классическая горчица Значит Давайте, это как шараду мы объясняем Она, кстати, это слабая горчица, это слабая С собой, да Давай опять бизинчику Ну и же, не знаю, а что ее просто так есть А потом, ну что, хардал, значит есть кондитив Г'жан какой-нибудь Классический Хауч Они как-то из ауч Все вот так попахивают Чем-то неприятным Хауч что-то плохое зовут Очень плохой зауч Хауч Но это... Я не знаю, у меня вообще и ассоциаций никаких нет Ооооо! Почему арбуз? Ну его все много едят Очень много едят А здесь специальный привет для тренера нашего, да, морковка, морковку я, кстати, люблю. Морковку от хавучика. Хавучика. Ну, как вот в комментариях накиньте нам на вентилятор, как можно назвать морковку хавучикой к этим? Идей. Эльма. Ну, разве там человек? Эльма. На пальму похоже. Ну, вряд ли это пальма, пальмовое масло какое-нибудь. Оторванемся сразу. Ну, сейчас опять будут резать. Амброзия. Все. Все, нектар, амброзия, напиток богов этот, да? Ну, это фрукты какой-то 100% эльмы. Как-то не назвали бы они какую-нибудь, знаешь, вот типа горчицу или шоколадную подделку, вот какой-нибудь эльм. 100% там что-то, наверное, достойное. Но могу ошибаться. Но... Очень красивые имя, да. Это шикарные имя. Честно. Эльма. Редко ее? Ни разу не встречал. Да. Ну, ладно, фрукт кто? Фрукт, персик. Слива. Слива, ну, слива. Давай, слив. Яблоко. Ну, как бы мы были очень близко. Давай, фреш. Не, ну, красиво. Фреш там сделайте. Фреш, яблочный, морковный. Яблочный и морковный. Нет, подожди. Эльма. Яблоко. Эльма хавуч. Пожалуйста, не фреш. Эрик. Это персик на тебе говорю. Эрик. Классический. Ну, то есть, Эльма и такое яблоко, а это... А Эрик такой, да. Ну, это, мне кажется, тоже фрукты, потому что фрукты они не могут придумать им турецкие названия. Я слышу, что Эрики, они минимум две тысячи раз отжимаются, пять тысяч раз торседают. Ну, и... Какая-то, да, да. Вот вам догадайтесь. Это для мозга она была. Это для мозга, да. Шутка для мозга. Йорик. А вдруг он Йорик? Ну, написали же нам Эрик, нам как с Жаном могут обмануть. Ну, они с Жаном, да, лишнюю букву поставили, и там уже не отгадаешь. Ага. Честно говоря, турецкий язык вообще не близко нигде. Я учил в первом классе, но забыл уже. Давай персик. Я просто... Ну, давай. Р есть в персике, И и К. Давай, я, короче, смотрю. Вообще нет? Нет, ну, короче, я... Меняем тарелки с нами. И Эльма это... О, ты аж говорил, что Эльма это слива. Все же видели, Эльма это слива. Ну, мы, кстати, опять же близко, потому что они там просто в корове это... В тарелках лежали персики и сливы рядом. Ну, я перепутал. Я хотел сказать сливы, но сказал персики. Давай, где будет? Эльма. Кебаб. Сори леблиби. Леблиби. Сори леблиби. 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 Сори. Зацепимся за это слово. Да, есть вообще, я знаешь, как крокодилы играю. Да, если ты знал, что это такое. Но мы не знаем, что это такое. А так мы... Пальцем не пробуем. Не попробуешь это пальцем. Это честно? Я тебе даже не знаю, что это такое, честно. Я даже вот, когда, если мы не отгадаем, мы потом посмотрим это... Давай тогда я посмотрю и объясню зрителям, а они напишут в комментарии. Что это? Это нут жареный. Это из него хумус делают? Да. Хорошо, что я его не ем. Мне кажется, что его поджаривают, то он полезен. Очень плохая консистенция у него. Он снаружи такой поджаристый, да, весь такой красивый. Вот как нут выглядит, давайте покажем. Вот это. Да, вон, дайте. Эти орешки это нут. Смотри, сори это 100% что-то с орехами связано. Сори это жареный. Да? Ну, жареный орех. Мы в Литву поедем. Сливу почти. Чуть-чуть. Лейнир. Не знаю. Ну-ка давай. Не знаю, но я слышал несколько раз. Это же пейнир-крашияка команда такая. Да. А что у них спонсор? Пейнир-крашияка. Кто? Я знаю, что у этих курицы. У кого? У Банвита. У Банвита. Да, там пахнет горько. Пейнир-крашияка. Кто? А можно звонок другу? Я по нитке позвоню. Это Женя влюбляет, что на пирше посмотрел. А, ну это легко. Если так знать, что это, да? Это вообще легко. И теперь думаю, что он и спонсор у них, наверное. А в какую сторону еды двигаться? Ну, короче, фрукты, овощи. Там есть вот... Орехи? Мясо. Коровка дает молочко. Йогурт, что ли? Нет. Творог, сметана, кто там еще есть? Йогурт, сыр. А, сыр. Я забыл, сыр совсем. Да. Сырок. Дуд. Ой, вот это больше на нут похоже. Дуд. Они такие, так, мы возьмем вот это слово, но не будем называть как все нуты, мы назовем вот дуд. Ну, это как во всех языках мира. Ананас, 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 ананас пайнэпл. Да. И арбуз? Вряд ли у них арбуз. Если много арбуза ешь, то... Что дуд? Ты ходишь дуд? Ходишь дуд, то дуд. Точнее арбуз. Нет. А как арбуз? Арбуз. Ладно, ну дуд мы сдаемся. Ну опять надо. Да. А что это? Шелковица. У нее есть еще понтовый название, но никто не знает. Тутовник. Ну что, я и сам бы вспомнил. Что подсказываешь тоже? Это чистая юзная название. Чистая юзная название. Кстати, на юге я был. Какие еще слова это остались? Остались еще, нам два слова осталось. Но вы не спрашивайте. Вы сейчас узнаете и придете. А вот вы знаете, что такое пейнир? Пейнир? Да. И... Украшияки кто спонсер? Кто спонсер? Молоко. Вот. Пейнар. Это и вот. Кого надо было брать на шоу? Это сыр был. Вот. Один бы точно уже было. Молочный завод. Да. Мыть вот в этом деле не очень. А вот ты знаешь, что у них молочный завод спонсер? Ну, Ксюч. А вообще? По работе вообще-то надо знать. Саримсак. Ну это что-то точно из их, из их кухни. Толбаса. Давай. Саримсак. Толбаса. Чеснок. Ну что у нас овощи и фрукты сегодня? Что же, ничего не было интересного? Ни флаков, ни колбасы? Ни мармелад. Хороший какой, а? Он будет специально для тебя. Да, хороший. Давай, короче, Боба закрывает глаза и угадывает по запаху. Он же так его любит. Давай, Боб. А чего он такой сильненький? Он просто залежался. Мощненький. Ну давай, подальше. Аааа. Ты знал же, как Боба любит чеснок. Ты не могла ему сейчас поделать. Если там где-нибудь укроп еще лежит, это вообще я комбо. Я смешаюсь. А укроп он будет пробовать. Так, ты эту ешь, тутовку? Давай мне. Это ичпичмек. Булочка. Нет, это татарский. Ну, икмек и ичпичмек, они языки-то. Там должен пирожок какой-нибудь или булочка лежать. Или маленькая вот эта штука, как называется? Ну, что-нибудь. Ичпичмек, икмек. Итатарский, и их языки должны быть крюшами. Ну, я думаю, да. Давай, какая-нибудь булочка, пирожок, ичпичмек. Булка! Все! На последнюю минуту забил. Мы купили гол. Да, и ушли. Не в сухую. Ушли. Это гол престиж называется. Все, булка. Вот единственное, что булка может есть в Турции, это хлеб. Да. И он, кстати, вкусный, когда помягче и сверху. Когда с нутеллой. Дуд? Дуд есть еще дополнительно? Вы что, 4 дудов купили, что ли? Как вы купили? Мы их даже не покупали. Да, ее даже не мыли, короче. Давайте посмотрим, что я делаю. Он на дороге пока швили. Вот он поешь шоколада вкусного. И вот где вот он? Вот с шоколадом он есть. Приятного аппетита. Всем хорошего настроения. Увидимся в Литве. Увидимся в Литве.